приветствую друзья 25 октября закрываю скорее всего закрывает дачный сезон и перерыв соответственно пчеловодном сезоне тоже будет ближайший там не знаю месяц полтора ну там будет видно что хочу сегодня сделать совсем забыл про эту семейку эта семейка на который был совершен напад показывал значит какие меры я применял от напада ну это есть отдельное видео здесь как говорится застрять внимание не будет значит семья вчера ее перебрал скажем так вспомнил о ней вот как видите семья выжила сейчас немножко дождик идет но ничего не поделаешь как видите семья выжила относительно такой средней силы скажем тогда ну вот я что сделал ну вчера сократил ее до 6 7 рамок начну не потому что вот она такая средненькая да а потому что все рамки они абсолютно просто были пусты это просто стояла одна сквозная суши вот оставил только те рамки ну где мало мальские значит заполненную напрыс что ты ну что-то вот такое да более менее похожие на кормовые рамки значит матки здесь у меня карника почему-то на подосень перестала сеять на как-то тоже в одном из видео говорил она стала такой маленькой худенькой лишь причины не знаю кто-то мне сказал что пчелы сами и ограничили в засею но в остальных семьях такого не произошло это во первых а во вторых здесь было от реально места много все все для для того чтобы матки сей может быть что-то с маткой произошло не так не знаю пока не знаю но здесь пока не ясно но хочу посмотреть что будет соответственно весной по весне пойдет ли засев и иными словами хочу сохранить значит до весны саму матку медовых рамок у меня нет и семья будет зимовать так же вот на канди был у меня уже также еще раз говорю подобный опыт зимовки вроде все проходило более-менее неплохо сейчас буду использовать канди тамбовская опять-таки потому что она самая дешевая до этого я использовал лысонь ну вот потому что лысоневская было дешевле теперь лысоневская стала на 20 рублей дороже я беру самая дешевая потому что разница особой нет на мой взгляд по крайней мере если брать чисто просто медовая канди потому что вот например лысоневская там она универсальная какой-то с витаминами она весенний период действительно неплохая к ну неплохой канди действительно дает хороший стимул пчела хорошо стимулируется и развивается семья очень неплохо сейчас обычно простое медовая канди тамбовская опять-таки что будет то будет объединять под осень я не объединяю и пока этого делать не планирую может быть следующий год попробую но мне пока это не интересно вот объединение слабышей скрипышами к тому же кто-то говорит что это делать нельзя кто-то говорит что наоборот это нужно делать ну у каждого своя политику каждого свое пчеловодство поэтому здесь здесь так но у меня открыто лежит москитная сетка зимовать буду я вот именно с этой семьей раз на такая меня не пойми какая вот таким вот образом открытое дно нету задвижки москитная сетка подушка задней стенки открытая небольшое пространство и и и и и и и и и открою задней стенке поставлю линтерную заглушку вот таким вот образом то есть такая будет небольшая тяга по задней стенке будет постоянно выходить влага сырость хотя на сокращенном гнезде если в этом смысл честно говоря не знаю я на сокращенных гнездах в принципе а так как таковы опыта практики нет я всегда зимую на полных корпусах здесь сокращенное гнездо может быть и нет смысла вот в этой венециальной заглушке ну в любом случае посмотрим я думаю должно быть все должно быть все хорошо так снова и наверное сейчас пойдемте посмотрим остальные семьи как они собрались в клуб или нет давайте быстро гляну да еще заодно значит кое-что сделаю положу планочки для перехода пчелок с рамки на рамку кто-то говорит что это бесполезное занятие кто-то говорит что это имеет смысл ну у каждого свое понимание мне например поражить не по положить несложно за спиной растет орешник наломал веток орешник здорово легко ломается это считайте практически ольха несложно за 10 секунд бац 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 все готово здесь у меня лежит только холстики вот смотрите видно собрался вот таким вот образом клуб единственное меня берет почему-то сомнения что-то я с кормами что-то мне не очень нравится ситуация хотя по сравнению с прошлыми годами я закормил всего на 4 килограмма сахара меньше я считаю не в литрах сиропа а считают килограммах сахара то есть на эту семью ну и как на остальные я скормил 20 килограмм сахара честно говоря что-то у меня пока результат интересен пойдемте дальше посмотрим давайте посмотрим эту семейку холстик сухой отлично края подрезал видите заподлицо вот влага вот капля если видно да вот когда холстик был больше он себя натягивал и поэтому получалась такая сырость многие мне говорили что при такой зимовки это сырость расплод конденсат там от крыши 5 10 вот это сырость от того что именно холстик напитывал в себя влагу только я сделал сократил меньше как видите влага есть сырости на холстике нет много было споров там на эту тему ну каждого свое мнение конечно не спорю тем не менее я вам говорю как есть так но здесь кормами вот блин странно из кормами хорошо вижу он печатка 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 печатной все нормально почему-то в предыдущей семье печатки нет это очень 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 странно вот так палочка положу вот сидит вот вот так раз два три 4 5 на 6 улочках в принципе это по идее учитывая того что в этом году меда не было взятка нормального не было пчелы толком не сработали по идее должны быть все сильные все в порядке но это все слова что покажет что покажет время что будет весной зимой узнаем посмотрим ну вот наверное все что хотел по поводу семей показать на данный момент в клубах сухо пока все в порядке так что ну все друзья всем удачи хорошей зимовки пока пока